Итак, вопрос номер один. Это устройство философии Бодрияна. Вопрос. Дело в том, что понять философию Бодрияна не так просто. То есть, прежде чем ее понять, нужно сначала, простите, понять, как она устроена для того, чтобы в нее вникнуть. И мои работы с экспертами, вы помните, 8 интервью взятые, изученные интервью, изученные работы Бодрияра к тому времени, привели меня к первой мысли, к первой посылке, что Бодрияр построил здание, некое здание философии. После этого это здание разобрал, пронармировав каждый кирпич. То есть, считайте, что каждая работа Бодрияра это кирпич. Это кирпич. А все чертежи сжег. И, по сути, сказал, вот вам кирпичи, попробуйте. В задаче написано, попробуйте угадать или восстановить по кирпичам, по кирпичам, так сказать, здания. И надо сказать, что, когда я брал интервью у людей, у разных, каждый по-своему представлял себе это, как бы, здание. Но уже в Калабрийской экспедиции мной, вы помните, был разрешен парадокс Бодрияра. То есть, когда я работал над философией юга Италии, которая вышла, где описано разрешение парадокса Бодрияра, то первая конструкция была, это конструкция номер один, та, которая разрешала парадокс Бодрияра. То есть, решение парадокса Бодрияра. И вы помните, да, были фантомные системы, была сама конструкция, была сама конструкция, парадокс Бодрияра, которую удали с симбиозом фантомных систем. То есть, вот был Х1, Х2, Х3, и это была что? Историческая конва, да? Это была историческая конва. Надо сказать, что когда мы с вами работаем с стругацкими, их деятельность каким-то поразительным способом связана с историей. Почему? Вот мы сейчас пытаемся разобраться. Смотрите, главные герои Стругацких чаще всего либо в прошлом. Это подавляющее число. Раз. Либо в будущем. то есть, по сути своей, если взять Стругацких и посчитать знаменитость тех романов, то, по сути своей, герои Стругацких отправляются на планеты, где строй назад. ну, то есть, не вперед. То есть, по сути, это неразвитые цивилизации. И параллельно существует вот эта земля, где все в порядке, якобы. Но такие произведения, как «Трудно быть Богом», «Попытка к бедству», «Парень из преисподней» и так далее, и тому подобное, это все, по сути своей, описание обитаемого острова. Это все описание, как бы, прошлого. То есть, это, как бы, прошлое земли. То есть, земля, это давно прошла. Этот период давно прошла, и она уже давно ушла далеко. А здесь, как бы, история, она, в общем-то, имеет вот такую вот свою прерогативу. Прерогативу жуткого прошлого. Это жуткое прошлое. И, по сути своей, вот это, то, что мы говорим до вот этой точки у Бадриара, 1830 год, это все называется первобытным, то есть, вот этим обществом. То есть, как бы, если мы пойдем сюда, пойдем сюда, то вот это все у Бадриара называется первобытным обществом. То есть, по сути, это вот эта вот симуляция, которую создают люди. Первый способ ее создания и такой глобальный способ, это когда мы берем и все бросаем в одну тарелку. Как бы все исторические периоды перемешиваем и думаем, что у нас с вами получится настоящее. И выясняется в этом парадоксе, что такой системы Х никогда в жизни не существовало и сегодня не существует. И в этом суть разрешения парадокса Бадриара. Если вы помните, отсюда мы выводили в эту кардинальную, первую кардинальную из первой конструкции. мы выводили первую кардинальную систему, опору вот это общество ущербности, это правда не на основании фактов, фактов, фактов. А на основании консенсуса. консенсус. то есть, по сути, все зарубежное общество, все неприятности, которые существуют, это правда на основании консенсуса, то есть, по сути, как вы договорились, а не так, как есть на самом деле. То есть, по сути, есть две альтернативы. Две альтернативы. Как есть и как договорились. И как договорились. И как договорились. И вот то, что мы говорим, как договорились, порождает ущербность. И выводится из парадокса подряд. То есть, ущербность это основная категория глубинной психологии 21 века. Но ее формирование началось задолго до того, как мы ее выставили в академической науке, как основную категорию исследовательской глубинной психологии. То есть, началось это еще в 1830 году, как говорил Бодриак. С возникновением бизнеса, общества потребления, мы в основе своей шли к договору. И выяснилось, что на основании договора может быть правда. То есть, правда может возникать из договора. может возникать из договора. То есть, мы так договорились. и если возьмете википедию, если возьмете другие энциклопедии, сегодня электронные, то там, вот это видно ярко. По сути, ученый человек, который разбирается в проблематике досконально, как бы он должен с 15-летним ребенком договариваться, который тоже там зарегистрирован, потому что он участник этой системы. С одной стороны, это абсурд. С одной стороны, это абсурд. А с другой стороны, это факт. И по сути своей, когда мы говорим, что вот это договор, то есть, мы привыкаем к этой системе консенсуса, и по сути своей, мы перекладываем исследовательскую функцию на средства массовой информации и интернет. То есть, мы сами разбираться не хотим. И по сути своей, получаем недостоверные данные. Потому что СМИ, это мнение СМИ о факте, а не факт. То есть, это взгляд СМИ на этот факт. А он может быть разным. Поэтому у разных СМИ будут отличаться взгляды. Но мы исследовательскую функцию переносим на СМИ и интернет. И в результате начинаем дискуссию. Чаще всего с самим собой. Или в определенном кругу. То есть, дискуссия о том, что же на самом деле существует, что же происходит, а что делается. То есть, как бы. И по сути своей, в результате, мы получаем что? Некую консексуальную, то есть, конс... парадигма. Ну и парадигма. Которая произрастает из дискуссии. В результате, в результате все факты игнорируются. До одного. и получается некая доказанная конструкция, которая называется симуляция. То есть, симуляция, ее основа, консенсус. Основа симуляции симуляции консенсус. вот мы с вами и вывели последствия разрешения парадокса Бодриара. То есть, как бы, симуляция, это последствия консенсуса. То есть, нам нужно договориться о том, что это так. А в основе договора лежит что? Та самая вчерашняя выгода. Обратите внимание, что эта же выгода лежит в основе чего? Внушения. Рекомендую Бехтерева внушение его роль в общественной жизни. Да? Книжку. Там формула звучит следующим способом. обработка данных, да? Умноженное на выгоду за человека. Да. Обработка данных умноженное на выгоду. В результате получается то самое внушение. То есть, смотрите, обработкой данных занимаются СМИ. Да? И интернет. Ну а выгода это ваша. В результате ваш мир становится симулятивным под воздействием внушения. Внушение. Круг замкнулся. Итак, основа симуляции это внушение. То есть, по сути, своей консенсус он достигается не просто так. Люди к этому консенсусу подготовлены. Внушение. И после того, как они начинают обсуждать это, они внушенные не могут прийти ни к какому другому выводу, кроме как к неправильному. Совершенно не важно, к какому они придут. Вот понимаете, здесь вся ситуация этой ущербности заключается в том, что совершенно не важен вывод. Главное, чтобы он был неверен. Вот знаете, очень многие люди мне говорят, Олег Викторович, да что вы такое говорите, это же так сложно. Вот представьте, всех заставить. Я говорю, так не надо заставлять. Нужно добиться только одного, чтобы все выводы были неверны. Все выводы были неверны. именно так вы получаете шесть полетов на Луну американцев в Википедии. То есть, американцы, кажется, не один раз летали на Луну, а шесть раз уже летали на Луну. Пройдет, поверьте, десять лет, и американцы уже не шесть раз летали на Луну, а шестьдесят раз уже будут летать на Луну. И все это будет подтверждено абсолютно компетентными, авторитетными как бы источними. И в этом и есть суть симуляции. То есть, это доказанная конструкция, которая не соответствует действительности. И вот здесь мы получаем вот эту самую, как бы, ущербность. Вот эту самую ущербность, потому что каждый наш вывод, он неверен. И наши неверные выводы накапливаются, да, и это влияет на что? На все, на нашу жизнь, да. То есть, мы живем на основании, как бы, придуманного мира, которого не существует. Все объекты этого мира тоже придуманы, их тоже не существует. Поэтому Бадриан пишет, мира нет, да? Нет. Есть только работа философа, да? Работа философа. То есть, по сути своей, когда мы с вами выводили эту категорию, происходящую из симуляции, консенсус, да, то мы забыли сказать, что он построен на базе предварительного внушения. И в основе этого внушения лежит выгода и обработка датах за человека. То есть, исследовательская функция переложена на СМИ, на интернет, на энциклопедии. То есть, никто не будет ни в чем разбираться. Почему? Потому что нет времени. Нет времени — это то условие, важнейшее, которое общество потребления выставляет для своего вот этого члена. То есть, смотрите, дефицит времени — это основа. что нужно делать, чтобы возник дефицит времени? Увеличивать скорость. Правильно? То есть, мир увеличивает скорость. То есть, общество употребления увеличивает скорость. Поэтому времени нет. Значит, за нас, СМИ, интернет обработают данные. У нас есть свои собственные идеи и мысли, что нам выгодно мы примем, что невыгодно отбросим. На этой базе мы достигнем консенсуса, который в любом случае будет симуляцией. То есть, как бы, все наши выводы при этом станут неверными. Мы будем жить на основании придуманной информации. То есть, все объекты этого мира выдуманы и мир сам станет выдуман. Да? В результате у нас появится выдуманный мир. Выдуманный мир равен интернету. То есть, интернет – это самое интересное и существующее тождество выдуманного мира, которое существует. То есть, это тождество выдуманного мира. мира. То есть, мы получаем интернет, как тождественен выдуманному миру. Соответственно, вывод очень простой и незатейливый. Весь мир – это интернет. то есть, наш мир, в котором мы живем, превращается в тождество интернета. То есть, есть интернет, а есть мир, как интернет. помните матрицу, то эта штука называется матрицей. Это матрица. Вот так возникает матрица. Вот так возникает матрица. Матрица.